Дети, сегодня мы с вами поговорим об истории космонавтики. Я хочу, чтобы вы запомнили лицо и имя этого человека. Пионера космонавтики Нила Армстронга. И его слова. Один шажок для человека – гигантский шаг человечества. Ведь именно с этих слов началось настоящее покорение человеком космоса. Вы, конечно, скажете, не могло быть такого урока в нашей российской школе. Ведь любой школьник знает, кто был первым в космосе. А теперь взгляните сюда. Школьный учебник новейшей истории для девятого класса. Страница трехсотая. В разделе «Про освоение космоса» нет не то, что фотографии, даже фамилии Гагарина. Полет на Луну. Триумф техники или киноиллюзия? Профессионалы в ГИКа раскрывают тайны Кубрика, ЦРУ и Голливуд. Как работает американская машина космической пропаганды? Леонид Коновалов – известный оператор и преподаватель в ГИКа. Но кино – это его призвание. А его хобби – тайные пружины мировой политики и пропаганды. Сегодня Коновалов готов объединить свое призвание и хобби. Он утверждает, что сможет доказать главный объект американского космопиара – полет на Луну не более чем постановка. Большинство лунных кадров можно повторить элементарно в павильоне. Мы не сможем воссоздать взлет ракеты. Это требует много денег. А вот кадры пребывания на Луне без проблем можно создать в павильоне. Здесь мы воссоздали лунный грунт. Вот этот, например, кратер состоит из обруча и лунного грунта. Лунный грунт сделан из садовой земли и цемента. А вот здесь, на этом лунном грунте, мы прочертили колею. Эта колея будет уходить туда, в глубину на экран, потому что на этом экране будет продолжение нашего участка лунной поверхности. Там будет реальный пейзаж. Сможем ли мы сделать, например, здесь лунную фотографию наподобие вот этой? Человек на поверхности Луны. Для этого мы воспользовались методом фронтпроекции. Этот метод широко известен по фильму Стэнли Кубрика «2001 год. Космическая Одиссея». В историю космических инфовоин Кубрик вошел как предполагаемый постановщик лунной аферы. Якобы именно его правительство США наняло, чтобы снять поддельную высадку на Луну. Немногие знают, кому именно Стэнли Кубрик во многом обязан своим искусством. Известно, что опыт Лушанцева сыграл довольно большую роль в формировании космического динематографа в целом. И здесь очень яркий пример. Это Стэнли Кубрик, который приезжал и учился у него, учился заочно и учился очно. Павел Клушанцев. Гениальный, хоть и, к сожалению, подзабытый оператор и режиссер. Его научно-фантастические фильмы впечатляют и полвека спустя. Если мы, например, посмотрим совсем недавно вышедший, буквально 4 года назад, фильм «Рометей», то увидим, что конструкция скафандров, шлем круглый, такой полупрозрачный, все это один к одному из фильма Павла Клушанцева «Планета Будда». Находки Клушанцева, как утверждают сторонники теории лунного заговора, легко читаются и в кадрах высадки американцев. Спор о том, что перед ними, настоящая трансляция или хитрая постановка, не утихают уже полвека. Всеволод Якубович и Владимир Поддубицкий – легенды отечественного операторского цеха. Один всю жизнь занимался спецэффектами, в его послужном списке две сотни фильмов. Второй всю жизнь снимал космос. Каким профессиональным выводом они пришли, посмотрев запись высадки на Луну? При проезде этого лунохода допустимы при съемке некоторые ошибки. Должны были быть более длительные и более эффектные прыжки макета. По моему мнению, это макет, посмотрите на руку, левую руку космонавта, который вроде бы держит камеру и в то же время управляет движением лунохода. Она не двигается. Нормальный человек не может держать руки в таком положении. Поэтому я считаю, что это прекрасно доснятый впоследствии макет. Вот кидаем. И следующее. Смотрите. Это просто с ускорением. Тот же как. Поэтому броски снимались на земле со скоростью 70 где-то 5 кадров в секунду. Снимаете? И здесь вот эти броски должны быть обалденные. Там прыжки. Вот такие. Вот, вот, вот. Ну, просто. Это все для публики. Для, так сказать, домохозяйки. Похожего мнения придерживается и один из конструкторов Бурана. Аванес Микоян. Это понятно. Без этого нельзя обойтись. Не все же можно прямо с Луны передать в прямой эфир. Там и задержка по времени есть, и какие-то там другие технические сложности, которые не позволяют в прямую вести репортаж. Все-таки это было 50 лет назад. Еще советские астрономии показали, что Луна коричневая, а местами темно-коричневая. Как ржаной хлеб, как корж ржаного хлеба. Вот здесь вы видите три фотографии за мной. Три фотографии Луны. Дверь из них снята цифровым аппаратом. Средняя снята на кинопленку. И все они показывают коричневый цвет. А теперь давайте посмотрим, как американцы сняли себя на Луне. Значит, мы видим везде. Луна серая. Ну и чтобы подвести итог, я сделал вот такой фотомонтаж, где все шесть высадок, все шесть флагов, а рядом снимок настоящей Луны коричневой. Желтыми квадратиками поставлены места высадок на Луне, так, как их показала НАСА. Все они приходятся на коричневое. Почему же американцы снимают себя на сером? Я делаю только один вывод. И флаг, и астронавты находятся не на Луне. Леонид Коновалов уверен, весь полет на Луну – исключительно постановка, причем невысокого качества. Я считаю, что там есть просто такие убогие, дешевые кадры, только благодаря пропаганде, и благодаря тому, что многие люди, 90% людей на Земле, ни разу не видели больше 15 секунд из лунных кадров. Он не сомневается, нам в условиях павильона без труда и убедительно удастся воссоздать высадку на Луну. Еще раз напоминаем, использовать для съемки мы будем только те кинотехнологии, которые уже были доступны в 1969 году. В первую очередь, так называемую фронтпроекцию. Это что такое? Это когда на большой экран из специального материала скотч-лайта, состоящего из очень мелких шариков, проецируется изображение. И на фоне этого изображения, на фоне этого экрана, действует актер. Кстати, именно из скотч-лайта были сделаны легендарные лазерные мечи в первых Звездных войнах. Если же соорудить из скотч-лайта экран и вывести на него картинку проектора, то картинка, отразившись, окажется за спиной у актера, стоящего у соседней стены. Вот и вся иллюзия присутствия. Метод фронтпроекции применяется тогда, когда нужно поставить человека на фоне какого-то пейзажа. Вот у нас в студии ширина экрана 5 метров, а у Стэнли Кубрика в космической Одиссее экран был шириной 30 метров. Тем не менее, он не сомневается, все получится. И вот проектор, на который заведен слайд с видом Луны, включен. Смотрите внимательно! Коновалов уверяет, вот именно так американцы и высадились на Луну в 1969 году. И это, по его мнению, далеко не единственная фальшивка космической пропаганды. Например, когда мы видим первый выход в открытый космос Уайта в 1965 году, через три месяца после Алексея Леонова, то я, например, вижу, что это обыкновенный комбинированный кадр. Американец Уайт вышел в космос через три месяца после нашего Алексея Леонова. Коновалов утверждает, американцы не могли признать, что у них просто нет средств для работы в открытом космосе. В итоге появилась фотосессия, шитая белыми нитками, точнее, веревками. Что человек висит на веревке, вот так он свесил руки, вот так он свесил ноги, и тут за спину висит. Что это никакой нереальный выход, а это просто фальсификация. Пытаются, как бы, пытаясь догнать Советский Союз, сняли в павильоне, как бы, выход в открытый космос. Я вижу, что это комбинированные съемки. Есть вот разница в идеологии и в построении идеологии, ну, давайте говорить даже так, социалистического и капиталистического общества, потому что в капитализме надо зарабатывать деньги. Ну, социализм мы можем напрячься и сделать во имя идеи. Капитализм – это деньги. И поэтому, конечно, шоу надо делать из всего. Ставки в борьбе систем были велики. И в Америке решили залатать технологические дыры голливудскими заплатами. Мы всегда воспринимали Россию как страну третьего мира. С второсортным населением, впрочем, в военной сфере, космосе и разведке, СССР обладало, конечно, колоссальными возможностями, вот только американцам об этом не нужно было знать. Это действительно уникальное интервью. Юджин Поттейт – один из самых уважаемых разведчиков Америки, почетный председатель ассоциации экс-сотрудников спецслужб. И он заявляет, если в чем СССР уступал, так это в пиаре. На самом деле, связь ЦРУ с Голливудом очень давняя. Сами американцы признают, что на киностудиях есть обязательно люди из ЦРУ, которые контролируют процесс. И если что-то с идеологической точки зрения идет не так, они просят внести поправку в сценарий или в съемку, или убрать какой-то в монтаже уже готовый эпизод. Понятно, что если высадка на луну афера, то без союза спецслужб и Голливуда точно не обошлось. Одни прятали концы в воду, другие снимали поддел. Ее возможную технологию кинооператор Коновалов нам уже продемонстрировал. И вот теперь он готов целиком воссоздать целый эпизод американской лунной саги. Верить в то, что так все и было дело каждого думающего человека. Но одно очевидно – легенда о высадке на луну, подкрепленная массой изобразительного материала и почти четырьмя центнерами камней с луны стала крупнейшей вехой психологической войны за космос, за поколение. Войны, где победителя часто определяли не космические технологии, и мы это показываем, а голливудские иллюзии. Смотрите мой канал. Ты плыл в небесах, но был спущен на землю И раненый в сердце мечтаешь стать целью Но эта уловка всем битым знакома В любви без страховки живут Миллионы Нас бьют, мы летаем От боли все выше Крыло расправляя Над собственной крышей Нас бьют, мы летаем Смеемся и плачем Внизу оставляя Свои Неудачи Пусть вручь, что крепчаем От новых предательств Подбитой изменой Не ждет доказательств Кто крыльев лишился Боится влюбляться Но должен Над страхом потери Подняться Подняться Нас бьют, мы летаем От боли все выше Крыло расправляя Над собственной крышей Нас бьют, мы летаем Смеемся и плачем Внизу оставляя Свои Неудачи Полеты, полеты Судьбы в непогоду Рискуют пилоты Чтоб вырвать свободу Чтоб вырвать Свободу Субтитры создавал DimaTorzok Ты плыл в небесах Но был спущен на землю И раненый в сердце Мечтаешь стать целью Но эта уловка Всем битым знакома В любви без страховки Живут Миллионы Миллионы Нас бьют, мы летаем От боли все выше Крыло расправляя Над собственной крышей Нас бьют, мы летаем Смеемся и плачем Внизу оставляя Свои Неудачи Летаем 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 Субтитры создавал DimaTorzok